Финальный босс рейда Атеон. Сражение с ним пройдет на все той же локации, что и на пятом этапе. Кстати да, видео с гайдом по первым пяти этапам на канале вышло ранее, посмотри его, если еще не. Механика сражения отчасти похожа на предыдущий этап. Тот же релик, те же порталы на Марс и Венеру, только теперь сюда досыпали оракулы и дамаг по боссу. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые услуги по сезону сплайсер, испытания Сириса, рейд, хрустальный чертог, новые экзоты и легендарки. Новинок много, цены стали ниже и доступнее, и теперь есть все, чтобы облегчить тебе игру. Это хороший способ сэкономить время и нервы, сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду Трипл Вайп действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь назад к видео. Сначала рассказываю механику в двух словах, потом подробнее. Если кратко, в какой-то момент времени троих игроков случайно закинет в один из порталов, либо в Марс, либо в Венеру. Там им нужно будет достать релик, все тот же щит, а еще сломать оракулы в правильной последовательности. После этого выйти с реликом через портал, прыгнуть на центральную маленькую платформу и дамажить всей командой босса. Просто? Вроде да, но как всегда, есть один нюанс. Во-первых, вы никогда не знаете, кого закинет в портал, поэтому нельзя заранее определить роли в команде. И каждый игрок должен уметь делать абсолютно все и без ошибок. На этом этапе время решает все. В начале этапа зачищайте врагов. Вдалеке слева и справа будут летать гарпии и стрелять по вам, как снайпера. Почистите их всех, кроме одной. Одна она не будет вам особо мешать, но зато помешает спауниться другим своим приятелям, и целой группы там такой возникать не будет. Когда Атеон закинет троих игроков в один из порталов, вам нужно сообщить, в какой локации именно они оказались. Если Марс, то игроки снаружи идут налево и открывают тот портал. Если на Венеру, то идут на правый плейт и открывают этот портал. Что происходит в портале? На месте, куда вас телепортнет, будет щит Релик. Берите его, он нужен и для чистки мобов тут, и для защиты. Дело в том, что на всех в этом месте будет вешаться ослепляющий дебаф. А Реликоносец сможет счищать с игроков эту черную пелену, используя кнопку гранаты. Кроме этого, щит блокирует входящий урон. Эта команда должна будет ждать инфы снаружи. Кстати, что там снаружи? Двое игроков отстреливают кучу вексов, которые тут спаунятся, и удерживают платформу. Можете залезть на шпиль в центре или уступ в стене неподалеку, чтобы взрывающиеся гарпии вас не мучили. Как только вы откроете портал, вы можете сойти с плиты. Это может помочь, если вас одолеют гарпии. Третий игрок идет в центр и смотрит внимательно на локацию вокруг босса. Там в воздухе по порядку будут появляться оракулы. Всего по три штуки, но как и всегда в определенной последовательности. Вот это, пожалуй, самый сложный момент этого этапа, так что все будет ок, как только вы с ними освоитесь на 100%. Существует несколько способов их обозначать. Я расскажу о двух. Выберите, какой кажется удобнее. На Дайване мы действовали как спецназ, ей богу, и называли оракулы по системе циферблата. Оракул на 3 часа, оракул на 12 часов и так далее. То есть визуальный циферблат у нас представлялся так, что 12 было на стороне, где мы ставим флаг для зарядки, а трона Теона был на 6 часов. Если вам так будет комфортно, то пользуйтесь. Эта система будет преимуществом, поскольку просто такая более гибкая сетка из 12 направлений дает возможность на точную инфу. Но это же и минус, потому что кому-то может это лишней нагрузкой показаться. Если будете пользоваться такой системой обозначения, то команда внутри портала должна будет спуститься в центр локации, и тогда особое внимание нужно будет уделить зачистке мобов. Второй же способ обозначать оракулы, пронумеровать их от 1 до 6. Вот как-то так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где 1, 2, 3 будут за боссом, а 4, 5, 6 перед ним. Она проще, и ее легче выучить на ходу. Но иногда можно спутаться, если оракулы будут стоять почти в ряд. Не всегда можно будет различить 1 и 4, например, смотря с какой стороны смотрите. Если будете использовать эту систему, то в портале будет безопаснее. Команда просто должна будет пройти через всю локу до места, которое в настоящем времени служит стартовой точкой. Как я и говорил в прошлом видео, вам поможет понимание того, что все эти порталы это та же лока, но с другими текстурами. Плюсами будет то, что команда стреляющая по оракулам и команда называющая их, будут смотреть на эти самые оракулы с одной точки, и будет проще друг друга понять. Да и мобы мешать не будут. Ну а минусом могу лишь назвать то, что команда с реликом будет чуть дольше возвращаться из портала на фазу дамага. Но и над этим можно тоже поработать. Всего оракулы появятся за один заход 3 раза. 3 раза по 3 оракула. Отстрелив которые, начнется фаза урона по боссу. Все 6 игроков встречаются на центральном островке, где им не будут мешать взрывающиеся гарпии. Реликоносец встает спереди и держит щит активным для бафа. Если в команде есть титан, то он ставит купол сзади, на самом краю платформы. Варлак ставит кладезь спереди и начинается урон. Фаза урона короткая, а босс двигается со своим раздражающим маленьким критспотом в пузе, так что придется потренировать аим. Для урона используйте анархию с модом вход и зачистка из артефакта сезона сплайсер, ну или снайперские винтовки. С ракетницами и гранатометами могут возникнуть проблемы, потому что они не всегда пролетают через щит реликоносца и чаще всего мы от них умирали. Но основной урон старайтесь вкидывать своими суперами. Варлоки прожимайте верхнюю ветку пустотного подкласса, она тут очень помогает. И кстати не теряйте времени, когда выходите из портала варлоке. Не бегите на платформу, сначала киньте внову в босса, а потом уже присоединяйтесь к остальным. Суператаки будут откатываться на фазе урона вдвое быстрее, так что вы таким образом успеете ультануть не один раз. И вот тут жирное НО. Вам нужно оставаться предельно внимательными на фазе урона. В какой-то момент Атеон сделает трюк рукой и накинет на одного случайного игрока дебаф с клеткой-ловушкой, как на темпларе, который может вас всех погубить, если его вовремя не замедлить. Следите за тем, чтобы на вас не появился эффект. Грядущее задержание. У вас будет всего 5 секунд, чтобы среагировать и уйти от всех в сторону. Лучше всего конечно отскакивать чуть вперед налево или направо, чтобы напарникам было проще его сломать, но вы главное отскочите, потому что если вы не успеете, то все окажутся в клетке, а затем умрут. Всего вам нужно провести до трех фаз урона. Четыре край. Больше босс вам уже не позволит и наступит энрейдж, который всех убьет. Так что момент с таймером, ловушки и правильные калауты по расположению оракулов – самые важные два момента этого столкновения. Уделите им особое внимание. Ну а за убийство от Оона у вас есть шанс полутать новый экзот мифоборец вексов. Так что удачного дропа. Спасибо за просмотр и до связи.